Год 2020, но вот все не по плану, все не по календарю, кто из наших телезрителей, кто из россиян, нижегородцев планировал свои отпуска, не знаю, как-то выстраивал, может быть, копил деньги, думал, ну вот там июнь, поеду, может быть, куда-то и так далее. Все абсолютно в нетипичном графике, потому что официально правительство России заявляет, что туристический сезон в нашей стране так или иначе открывается 1 июля. Наверное, можно всех поздравить с этим. Да, можно поздравить 1 июля уже завтра, хотя мы привыкли, что по календарю туристический сезон, сезон отпусков начинается 1 июня. Как только заканчивается учебный год у детей, потому что отдых связан прежде всего с семьей, и можно все три летних месяца посвятить отдыху, ну у кого деньги позволяют и возможность, конечно, по факту, но у кого-то законные 21-28 дней отпуска. Это тоже будет реально, но с 1 июля. Кстати, об этом заявили первые лица страны. Давайте посмотрим, как об этом говорил премьер России Михаил Мишустин. Кстати, еще почти месяц назад он заявил о том, что Россия будет постепенно готовиться к открытию туристического сезона. Вспомним его обращение. Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санаторий, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться. Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов Российской Федерации оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей. Готова ли Россия к открытию туристического курортного сезона? Куда поехать нижегородцам? Чего они сами хотят? Об этом мы обязательно поговорим в эфире. А пока предлагаем вам проголосовать в нашем сообществе ВКонтакте. Там опрос, как и обычно. Вопрос звучит следующим образом. А вы планируете поехать куда-то в этом году? Ну хотя бы куда-то. Выберите из тех трех вариантов, что мы вам предложили. Итоги подведем в завершение эфирного часа. Вариант первый для голосования. Жду открытия за границей. Буквально перед эфиром, Илья, появилась информация, что Министерство транспорта России прорабатывает вопрос открытия авиасообщения с Турцией уже с 15 июля 2020 года. Сбудется или нет? Посмотрим. Посмотрим. Вариант второй. Может быть за границей точно не для вас. Но вот по России поездить в нынешнем году, наверное, стоит. И об этом многие тоже эксперты говорят. Тогда второй вариант в нашем опросе для вас. Если вы фанат отечественных курортов или российских просторов. И вариант третий. Буду сидеть дома. Не до поездок в этом году. И с финансами сложно. И кредит брать не хочется. Да и многие страны, которые хотел посетить, они закрыты. Сегодня говорим о том, что завтра, 1 июля, открывается вот та самая туристическая сфера, которую мы так ждали, когда будут открыты практически все регионы нашей страны для того, чтобы туристы приехали и посмотрели. От юга до севера, от востока до запада. Действительно, заголовки следующего содержания. На этой неделе в России стартует туристический сезон. 67 регионов страны смогут принимать туристов. Это уже все официально написано во всевозможной прессе. Ну, так далее. Сейчас эксперты бросились прогнозировать, а куда, собственно, ехать. И хотят, и самое главное, россияне вообще куда-то ехать. Этот тоже вопрос остается открытым. Постараемся сегодня, ну, как-то посмотреть, насколько готова наша страна к приему туристов. В том числе и популярные места, куда мы обычно привыкли ездить, где тепло, где море, вот куда-то туда. Наверное, это хорошо, что вот мы можем посмотреть, что происходит внутри нашей страны. Потому что, часто забывая о внутренних прелестях, мы просто махали куда-то за границу и думали, что там гораздо круче. Нет, ничего подобного. Здесь тоже есть что посмотреть. И сегодня мы будем общаться с экспертами и разбираться, действительно, куда поехать, сколько это стоит, какие направления выбрать, что посоветует нам. Что посоветует нам, в том числе и наш первый эксперт, который с нами на видеосвязь, выходит, это президент объединения Альянса туристических агентств Андрей Гаврилов. Андрей, приветствуем вас в прямом эфире на всю Нижегородскую область. Внутренний туризм, что только не советуют и ваши коллеги, кто-то отправляет на Алтай, я не знаю, на Дальний Восток и так далее. По вашим ощущениям, поедут ли люди? И если поедут, то куда? Безусловно, люди поедут, особенно после изоляции. И, конечно, людям хочется отдохнуть, выехать из родного города. И, конечно, те места, о которых вы говорите, они действительно уже известны достаточно давно. О которых говорят сейчас МИИ, на которые ориентируются операторы. Большинство, конечно, у нас привыкли отдыхать летом у моря, безусловно. Но, к сожалению, вместимость наших черноморских курортов не всегда позволяет принять всех желающих. И правильно наши операторы готовят предложения по Алтаю, по Калининграду, по Поволжью. Но здесь нужно, конечно, туристам четко понимать, какой вид туризма им хочется. Культурно-познавательные туры, они были всегда популярны. Туры выходного дня. И, конечно, наша задача, как агентов, дать грамотную консультацию туристу, посоветовать, куда можно поехать и по какой цене. Вот по цене. Давайте остановимся на этом моменте, потому что ценовая политика важна. И все сейчас находятся не на пике своей финансовой активности, и поэтому считают каждую копейку. При этом говорят, что отели и курорты сейчас поднимают цены в 2-3 раза. Так ли это? Вот насколько среднестатистический россиянин может позволить себе поехать отдыхать? Ну, хотя бы, давайте возьмем Крым на море. Дело в том, что те деньги, которые туристы, как правило, накапливают в течение года для поездок в отпуск, они, в общем, в принципе, остались непотраченными в большей своей части, потому что многие бронировали туры заранее, многие делали предоплату. Другой вопрос, что насколько вы правильно ставите его, насколько эта цена может повыситься. Но, как говорят наши коллеги, и как действительно показывают сайты бронирования, цена значительно не вырастает, потому что гостиницы, они заинтересованы в туристах и понимают прекрасно, что слишком высокие цены могут отпугнуть наших гостей. И поэтому мы ожидаем, что в этом сезоне цены будут достаточно приемлемы, и в некоторых случаях они могут быть даже дешевле, чем в прошлом году. Наша телезрительница пишет у нас сейчас под трансляцией в социальной сети ВКонтакте. «Боюсь доверять свои деньги туристическим операторам и агентствам. Слышала, что ожидается волна банкротств. Если ехать, то лучше уж дикарем». Вот как такое мнение нашей телезрительницы Нижегородки разделяете или нет? «Я не могу согласиться с этим мнением, потому что все-таки, как и в любой сфере услуг, консультация специалиста, она очень важна, тем более грамотного специалиста. Опять повторюсь, куда поехать, по какой цене, подобрать тур, подобрать сроки. Дикарем, конечно, можно поехать всегда. Многие сейчас бронируют онлайн, но на самом деле грамотную консультацию и грамотный выбор можно сделать действительно с помощью специалистов. Это и туроператор, и туракист. Не стоит опасаться обращаться к специалистам. Спасибо за комментарий в нашем эфире. Президент объединения Альянс туристических агентств Андрей Гаврилов был с нами на связи. Вот что мне нравится, эксперты всегда успокаивают с ценовой политикой. Все должно быть в норме. Смотрите, примиряйтесь, сравнивайте, что было в прошлом году, что и сейчас. А самое главное, обращайтесь к специалистам, если не уверены в своих собственных силах, для того, чтобы вам грамотно подсказали, как действуете, в каком направлении. Есть комментарии от наших телезрителей. Есть комментарии первые, довольно-таки безапелляционные. Скорее бы открыли границы, хочется уехать подальше, поскольку считает человек, что дорого. За такую сумму, какую можно потратить на отечественных курортах, можно отдохнуть и за границей. К тому же уровень приморских курортов России несколько смущает. Но нужно понять следующее, что мы сейчас обо многом, россияне, транслируем опыт об отечественных курортах, которые мы получили лет 15 назад очень часто, 20, когда действительно все только зарождалось. В том же Сочи, например, была Олимпиада. И как-то так или иначе все равно приходится подтягиваться под какой-то уровень. С ценами да. Вот об этом мы сегодня со специалистами будем говорить и разбираться. И давайте не будем забывать, что период самоизоляции не закончился. Во многих районах страны, в Нижегородской области в частности, еще очень строгий режим самоизоляции. Мы находимся лишь на первом этапе выхода из самоизоляции. Еще только у нас все впереди. Поэтому какие-то резкие передвижения сейчас делать не получится. Поэтому о загранице мечтать в ближайший месяц-полтора не стоит. Хотите отдохнуть, хотите отдохнуть безопасно для себя и для собственного здоровья, выбирайте пока то, что достаточно доступно и достаточно близко. Мы тоже свой социологический опрос проводим. Проводят его и эксперты, и замеряют настроение россиян, готовы ли они отправиться. Мы об этом можем поговорить сейчас в нашем эфире. Вот вы лично за последний год отдыхали в России за пределами региона вашего проживания. Спросил аналитический центр НАФИ. И что мы узнали, как проголосовали россияне? 75% сказали нет. И лишь 25% сказали да. Это вот, знаешь, опрос был сделан по замерам, если я правильно помню, с февраля 2019 года. То есть это активная фаза еще прошлого года. Я думаю, многое поменяется, когда эксперты посчитают уже по 2020, вот так вот конкретнее. Это точно. Тут вспоминается статистика, что у какого процента россиян вообще присутствует загранпаспорт, тот самый, который необходим для выезда за рубеж. Процент это, кстати, очень невелик. Но, тем не менее, о настроениях россиян социологических мы поговорим с нашим следующим экспертом. С нами на видеосвязь выходит руководитель направления исследований туризм и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова. Ирина, здравствуйте. Вы в прямом эфире на всю Нижегородскую область. Здравствуйте. Добрый день. Вот ваше личное ожидание поменяется? Вот такая раскладка, которую мы только что обсудили с Ильей. 75% не отдыхали в России, 25% отдыхали. 2020 год поменяет наше предпочтение в туризме? Предпочтение не поменяет, но фактически, конечно, людям придется скорректировать свои планы. По нашим данным, 67% туристов, несмотря на все, планируют ехать отдыхать. То есть 67% это всего, да, тех, кто обычно так или иначе путешествует. А вот внутри этой группы ведь есть, правда, убежденные сторонники отдыха исключительно за границей, у нас такие тоже попадаются в комментариях телезрителей, а есть те, кто вот свои отечественные курорты. Вот эта раскладка какова сейчас по вашим замерам? Смотрите, сейчас треть туристов готова поехать в Россию, треть туристов планирует поехать исключительно за границу, и треть рассматривает варианты путешествовать и внутри страны, и путешествовать за границу. При этом 23% это абсолютно уникальные люди, они обычно не отдыхают внутри страны, и в этом году, этим летом они планируют поехать отдыхать в Россию. Какая интересная раскладка. Треть, треть и треть. Мне кажется, вот такой поляризации среди российского туриста давно, наверное, не наблюдалось. Давно, наверное, и не было, да. И ведь мы по-разному отдыхаем. Кто-то бежит, смотрит, что там в той или иной стране, в том или ином городе. А кому-то поесть. А кому-то поесть, кому-то полежать на пляже. Ирина, вот сейчас какие виды отдыха предпочитают россияне по итогам вашего исследования? Ну, лидирует пляжный отдых. Практически половина туристов предпочитает отдыхать на пляже. Очень популярен активный отдых, туристические маршруты, горные маршруты, сноуборд, горные лыжи. И более, около четверти туристов предпочитает культурный отдых, экскурсии, осмотр городов. Совсем маленькую долю занимает медицинский туризм, экологический туризм. Ну, вот у нас здесь развернулась дискуссия практически с первых минут программы и среди ведущих, и среди экспертов, и среди телезрителей. Как ехать? Потому что очень многие, исторически так сложилось, отдых внутри страны ассоциируется с тем, что мы называем ехать отдыхать дикарем. Когда едешь сам, бронируешь, планируешь какие-то маршруты и так далее. Но сейчас есть и туроператоры, которые переориентировались на внутренний рынок и тоже предлагают уже готовые, по сути дела, маршруты. Вот что россияне сами предпочитают бронировать или все-таки доверяют экспертам, профессионалам? Ну, сейчас идет большой тренд на самостоятельное планирование отдыха. Около половины туристов уже бронируют отдых самостоятельно, не обращаясь к туроператорам. Очень сильно развиты агрегаторы, туристу намного легче рассмотреть предложение и выбрать оптимальный для себя вариант в свободное и удобное время, а не идти в офис. Поэтому, конечно, в этом году тоже 45% туристов не планируют обращаться к туроператору, а будут сами бронировать жилье, сами покупать билеты или строить автомобильный маршрут. Ирина, ну а вы сами-то лично для себя, давайте отбросим формальную некую сторону нашего разговора по цифрам. Вы сами-то в этом году для себя, как прикидываете, получится у вас отдохнуть? Если да, то как? Поделитесь с нашими телезрителями, я думаю, это будет любопытно. Я надеюсь, у меня получится отдохнуть. Скорее всего, у меня не будет отпуска летом, но у меня запланирован отпуск на осень. Я надеюсь, не будет второй волны коронавируса, и мне куда-то это сделать. Я, в принципе, активно отдыхаю. Я очень люблю ездить и за границу, и внутри страны. Внутри страны я чаще всего перемещаюсь на машине. То есть для меня проехать 500-600 километров до другого города, до другой области, это не проблема. Я поэтому часто езжу на выходные или на праздничные дни. Ну, у вас в Нижнем Новгороде с удовольствием... Приглашаем, да, и в Нижний Новгород, мы не так далеко от Москвы, и есть что посмотреть, и есть чему удивиться, и погуляйте по нашему прекрасному городу. Спасибо за комментарий в эфире. С нами на связи была руководитель направления исследования туризма и транспорта аналитического центра Анафи Ирина Иванкова. Кстати, по поводу опроса, россиян также спросили, если вы поедете отдыхать, то какое направление вы выберете? Каким именно? И какие виды отдыха предпочитаете? Ну, как Ирина сказала, в общем-то, да, пляжный отдых, тридцовый. Ну, да, как Ирина сказала, по трети примерно пляжный, активный, познавательный отдых. Есть также и другие замеры, которые мы можем увидеть для того, чтобы понять предпочтения россиян. Ну, я, кстати, удивлен, да, активный отдых подбирается практически к пляжному. Да, люди не просто хотят как телене лежать, но при этом еще и какими-то активными видами отдыха заниматься. Наши телезрители пишут еще один комментарий, если отдыхать, то нужно менять кардинально все, и место проживания, и климат. Поэтому выбираю пляжный отдых хотя бы на юг нашей страны. Вот, пожалуйста, такой комментарий есть от нашего телезрителя. Замеров было много, много таблиц подготовила Анафи. Если кому-то интересно, в интернете их можно найти, посмотреть предпочтения россиян. А мы будем двигаться дальше по нашему эфиру. Продолжаем мы в прямом эфире исследовать туристические предпочтения нижегородцев. Я бы хотел воспроизвести еще раз опыт, о котором я уже говорил в каком-то из наших предыдущих эфиров. В социальные сети заходишь, никогда такого не было. Нижегородская природа, фотографии с отечественных каких-то курортов. Я такого давно не видел, может быть, даже практически никогда. Люди в стране отдыхают благодаря вот этой ситуации, всей коронавирусной, кризисной, как угодно ее можно называть. Но количество посещающих наши природные отечественные... Выросло в разы, да. Других вариантов просто нет. И на самом деле это радует, когда видишь счастливые лица знакомых. У нас здесь, в России, у нас здесь, в Нижегородской области. И у них есть понимание, что здесь отдыха нисколько не хуже, нежели за границей. Порой даже увлекательнее, порой даже дешевле. Кстати, по поводу Крыма. Сейчас есть возможность полететь туда, отдохнуть уже в Стригина. Открыты авиарейсы, летние авиарейсы, когда можно прилететь в Симферополь, доехать до Ялты и посмотреть там на обновленную набережную. Администрация этого города делает все возможное и невозможное. Для того, чтобы там было красиво. Цветы высадили на набережной Ялты, я видел в этом году красивое. И, кстати, сама администрация Крыма тоже всех приглашает к себе. Давайте посмотрим на их видеообращение. У нас на сегодняшний день ситуация стабильная, картина уже, в общем, нормализовалась. Поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер. Ну, даже не то, что ограничительных мер, а по сути, то есть, как бы, открыть 95% предприятий всех видов деятельности. Это и общепита касается внутри помещений, это касается курортных учреждений, гостиниц, отелей, здравницы, в том числе и без медицинской лицензии. Поэтому с 15 числа мы отменяем полностью режим самоизоляции. Давайте, мы, поскольку обещали вам и прямые включения, по сути дела, с мест событий туристических, прежде всего, с нами на прямую видеосвязь из Крыма, из Алушта. Выходит вице-президент Академии журналистики Республики Крым Михаил Крестенков с нами на прямой видеосвязи. Михаил Александрович, добрый день. Здравствуйте. Нижний Новгород приветствует вас. Добрый день, добрый день. Друзья, коллеги, наши будущие гости. Как у вас с погодой? Мы немного завидуем тому, что вы находитесь там, а мы находимся здесь. Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что, по-моему, загару на лице, очевидно, заметно, что сезон в Крыму уже начался. И, конечно же, погода богоприятствует. Температура моря 23 градуса, температура воздуха 27 градусов. Все для отдыха готово. Приезжайте к нам в гости. Крымчане, конечно, тоже подготовили определенные возможности для отдыхающих. Это и новые сервисы, льготы, бонусы, новые туристические маршруты, объекты посещения. Это маленький перечень тех услуг, которые Крым подготовил к приезду россиян. Ну, вот, и, кстати, многие переживают, наши соотечественники, что вот в связи с всей этой коронавирусной истории какие-то карантины придется, не знаю, прилетят люди в Симферополь, в аэропорту, а их куда-то отправят на какие-то карантины. Как вот сейчас с этим ситуацией, насколько меры, принятые властями, осложняют или как-то жизнь тех, кто приезжает, по вашим наблюдениям? Конечно же, во главе УГУА стоит безопасность отдыхающих, но никаких сложностей, ну, вот, лично я не вижу. Люди прилетают, свободно размещаются в гостиницах, пользуются всеми услугами. И все создано для того, чтобы приехавший на отдых турист получил максимальные качественные услуги и максимальный объем информации о возможностях отдыха в Крыму. При этом я скажу, что крымчане на сегодняшний день объединяются в предоставлении услуг, такие сервисы, как карта гостя Крыма, лояльный Крым, такой же сервис еще. Это все услуги, которые дают возможность отдыхающими сориентироваться и получить услуги по комфортной цене, со скидками, бонусами, льготами определенными. И я назвал, опять же, не весь перечень тех возможностей, которые сегодня в Крыму открываются перед россиянами. Спасибо. Михаил Александрович, ну, вот, смотрите, сезон считается успешным, открытым, если действительно много туристов. Вот сейчас как наблюдаете, туристов достаточно или хотелось бы, чтобы их было больше? Ну, туристов всегда хотелось бы, чтобы их было больше, но на сегодняшний день Крым уже наполнен туристами и все работает уже в стопроцентном режиме. Спасибо. Спасибо за то, что нашли время и были с нами в эфире. Практически наш коллега, вице-президент Академии журналистики Республика Крым Михаил Красненков со своим приглашением в Крым. Ты знаешь, я вот слушал, как Михаил Александрович нам рассказывал о сервисах, которые появились так или иначе для туристов, которые в Крым приезжают. Я слышал шум прибой. Я надеюсь, наши телезрители тоже слышали. Я просто понял в какой-то момент, что я начинаю терять самообладание. У нас уже готовлены кадры Ялта с высоты птичьего полета. Хотелось бы также увидеть, ну, хотя бы немного, хотя бы одним глазком взглянуть, как там в Ялте. Вот на самом деле потрясающе красиво. Да, знаменитая Ялтинская набережная, где вы тоже, если вдруг планируете еще летний отдых где-то за пределами Нижнего Новгорода и Нижегородской области, можете посмотреть, пройтись. Как минимум, по-разному можно относиться, может быть, и к Крыму, и к климату, в конце концов, в котором наша страна располагается. Ну, хотя бы побывать и просто увидеть, чтобы какое-то впечатление составить, наверное, это нужно. Ну, посмотрите, великолепные панорамы морские, да. Опять же, вот Ялтинская набережная. Это только один из курортов, который предлагает полуостров для посещения. Пожалуйста, я думаю, что вот... Причем набережная сейчас в Ялте изменилась в лучшую сторону. Это кадры прошлого года. В этом году цветы, опять же, добавили. Сейчас уже, да, многое изменилось со знаком плюс. И действительно, вот я сейчас смотрю на фотографии и посты в социальных сетях, когда наши коллеги-журналисты, нижегородские, побывав в Крыму, выкладывают свои посты с восхищением. Побывали в Массандровском дворце, побывали в Ливадийском дворце. И здесь хорошо, и здесь дышится легко. И здесь побывали на Ай-Петре, поднялись по канатной дороге. На самом деле, плюсов много. И если еще сомневаетесь, не сомневайтесь. Крым ждет вас. Мы скажем, это южный берег Крыма. Если, может быть, вам горы как-то не сильно нравятся, вам хочется равнин больше, то, пожалуйста, для вас, например, северное побережье Крыма, или, точнее говоря, северо-восточное. Феодосия, например, очень популярный тоже курорт. И вот у нас есть буквально свежие кадры, которые некоторое время назад в пределах недели были сняты, насколько я понимаю, местным жителям и выложены в интернет. Давайте посмотрим, много ли людей в Феодосии сейчас, в Крыму, и как открывается этот курорт для приезжающих. Смотрим. Вот он, сезон Феодосии. 28 июня. Полно людей. Последнее, как было две недели назад, когда вообще было процентов 10 заполнено пляжей, вообще бомба. Раздевалки появились, кстати, вчера только появились. Вот этот душ в том году стоил 30 рублей помыться. Сейчас халявный, бесплатно, все, моешься. Вода есть. Здесь была курилка, пока ее нет, еще не организовали. Но все равно здесь все курят. Появились катамараны. 500 рублей в час. Кстати, большой спрос на них. Ну вот вам, пожалуйста, не только с видеокадрами, но еще и с расценками. Видите, бонусная программа душ в этом году для приезжающих бесплатно, если верить автору это видео. Это вот Крым, пожалуйста, о котором мы говорим. Кстати, многие ведь выбирают Крымский полуостров еще и с какого расчета, что там народу чуть поменьше, чем на наших курортах Краснодарского края, на отечественных. Везде есть свои прелести, можно и нужно побывать и там, и там. Так же, как и наш коллега Алексей Успенский побывал в Сочи. Так же мы смотрели, завидовали, когда он выкладывал свои сообщения, что вот я там, тут, на самом деле все здорово. И тоже хотелось побывать, глядя на него. Мы, поскольку телевидение такое живое, мы готовы вот эти живые впечатления Алексея Успенского сейчас транслировать посредством видеосвязи. Он к нам присоединяется к эфиру. Алексей, приветствуем в прямом эфире на НТВ. Здравствуйте. С возвращением в Нижний Новгород. Здравствуйте, здравствуйте. Как там в Сочи? Рассказывайте, вообще понравилось? Такие хорошие впечатления? Или администрации Сочи еще есть над чем поработать? Если бы вы полетели, к примеру, в Турцию, там было бы лучше? Ну, не знаю. В Турции сравнивать, конечно, наверное, не стоит. Но полететь можно. Мы с женой улетели 23 числа. Это практически первый рейс. Был самолет заполнен битком. Все кресла. Ни одного свободного. Но обратно мы летели уже более комфортно. Было хорошо. Всего 20-25 пассажиров возвращались. То есть короткие цепочки, короткие туры брали единицы. Совершенно спокойный прилет. Никто тебе не меряет температуру. Ты спокойно выходишь из аэропорта, добираешься до своего отеля, размещаешься и наслаждаешься морем, солнцем. Алексей, а вот что по поводу размещения в отелях? Потому что было много разговоров, что не семьи разлучают, что какие-то там строгие правила. Полутора километровая очередь к ресепшн для того, чтобы получить ключи от номера. Как у вас было? Ничего подобного. Мы подъехали, вышли, зашли. То есть на ресепшн потратили минут, наверное, 15 максимум. Получили ключи, пошли в свой номер. Все. Многие сейчас говорят о том, что и наши телезрители так скептические. Кстати, сколько вы не были в Сочи? Для того, чтобы понять некую стерильность ваших впечатлений. Сколько прошло времени между вашими визитами в этот город? Предыдущий тур в Сочи, он же последний отдых на российском курорте, был где-то 1993-1994 год. Ого! Серьезный срок. Наверное, изменения в глаза, если не то, чтобы бросались, но как минимум... Были заметны. Были заметны, да? Да, конечно. То есть действительно хотелось посмотреть весь этот сочинский парк. То есть наследие Олимпиады, стадионы. Мы поднялись на Красную Поляну, съездили, посмотрели Розухутор. Там удивительно, пока еще пустынно. Если пляжи уже заполнены практически битком, зонтов уже не хватает, несмотря на то, что они платные. А там наверху пока еще свободно, абсолютно. Даже были замечены последние сноубордисты и лыжники, потому что кое-где еще там наверху лежит снежок. Алексей, с меркантильной точки зрения дорого обошелся вам этот отдых без каких-то конкретных цен, чтобы это было все... Ударил ли по карману? В эфире, да, прилично. Ударил ли по карману. Может средний россиянин поехать в Сочи? Да, конечно, может. Понимаете, ведь это все зависит от пожелания. Можно поехать в какой-нибудь сетевой отель, который там пять звезд. Или поехать в Газпромовскую деревню и снять там коттедж за баснословные деньги, даже в несезон. Если подбирать что-то демократичное и следить за своими тратами, потому что там очень тяжело отдыхать с детьми, потому что детям нужны развлечения, детей нужно постоянно кормить, давать им какие-то вкусности отдыха. Мы пришли на пляж 24-го числа, только-только его начали оборудовать. При нас грузили кабинки для передевания, делали какие-то тенты, навесы, и лишь на четвертый день там появились развлечения в виде бананов, водных мотоциклов. То есть жизнь налаживалась прямо на наших глазах. Да, и это прекрасно быть причастным к началу какой-то такой движухи, в хорошем смысле этого слова, туристический. Когда все происходит на твоих глазах. Спасибо за комментарий в нашем эфире. Алексей Успенский, человек, который буквально на днях вернулся из Сочи и, судя по впечатлениям, остался доволен и увиденным, и обслуживанием, которое было на приличном уровне. Вот видишь, опять же замечаем, что самолет был переполнен, то есть нижегородцы активно пользуются услугами самолета. Аэропорт Стригина востребован, полетели в Сочи, причем на более длительный срок, нежели Алексей Успенский. Он на короткий срок вернулся чуть раньше назад, еще не хотят возвращаться, все только туда. Ну, раз уж мы показали Крымскую Ялту с высоты птичьего полета, давайте и Сочи, можно сказать Краснодарский Сочи, потому что я всегда как-то не клеится эти два слова. Да, Сочи с высоты, опять же, птичьего полета. Ну, понятно, здесь немного по-другому, как мы видим, да, чуть-чуть поуже, чуть-чуть поменьше может быть места, горы чуть ближе подступают к морю. Полно, кстати, в интернете всевозможных видео панорамных, да, как все это выглядит, но знакомая картина для тех, кто едет в Сочи. Красно, художественно, великолепно. Все-таки Россия прекрасная страна и масса возможностей, где отдохнуть, найти себе, опять же, вот как говорил Алексей, отдых на свой вкус, на любой вкус. И на карман. Если с семьей, это одно, если молодежь, то это другое, если люди старшего возраста, то третья, возможности масса. Оксана, я смотрю вот на панораму пляжа, да, вижу вот эти волнорезы, волноотбойники, да, вот эта галечка, насыпанная между ними. Это такое детство вообще, я вспоминаю, сколько мы, когда я был маленький, с родителями ездили в Адлер, туда, в Сочи, чуть ли не каждое лето. Мы сейчас посмотрели кадры того и другого, услышали эксперта из той и другой страны, ты бы что, выбрал, Крым или Сочи? Я все-таки выбрал бы, наверное, Крым, потому что он все-таки попросторнее, да, там много разных. Если все-таки Сочи, опять же, повторюсь, больше зажат между горами и морем, да, места маловато и так далее, народу много, в конце концов, то в Крыму разные климатические зоны какие-то, пожалуйста, кому на ЮБК, на южный берег Крыма, кому. Чуть севернее, пожалуйста. Но мы посмотрим, как наши телезрители распределили свои голоса сегодня в нашей программе, я думаю, да, время подводить итоги. Пожалуй, мы не будем проходиться, все-таки оставим Нижний Новгород в Нижнем Новгороде. Все будет, как ты захочешь. Давайте посмотрим все-таки на те жалобы и предложения, которые поступали к нам в социальные сети. Сегодня, да, такая своеобразная программа, когда пришлось переместить один голос в другое направление. Ну, мы программу с Путина начинали, поэтому. Вообще начинал нашу программу президент страны Владимир Путин. Но все-таки жалобы – это очень важная часть нашего эфира. И давайте посмотрим на первую жалобу, которая поступила с улицы Бекетова. Да, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Значит, что вы нам пишете в группе социальной сети «День за днем Нижний Новгород». Человек написал следующее. «Честно говоря, думал, что сгоревший сарай на улице Бекетова, 58-2, тоже уберут вместе с другими снесенными. Но вот уже третий год пошел, а горки сараев с открытыми погребами, все на месте. Ну и далее». А ведь это может быть опасно для детей, ну и так далее. На самом деле, если третий год уже всему этому удовольствию, то действительно пора убирать. И это, конечно, не дело, когда дети могут провалиться в какой-то там открытый колодец. И администрация Советского района должна сейчас принимать все возможные меры, чтобы вот это устранить. Следующая жалоба касается Канавинского района. И тут для человека прям было открытие. Вот как бывает, написала наша телезрительница. К друзьям в Канавинском пришел неделю назад ДУК уточнить списки на голосование. Жена им. Я, муж и два взрослых ребенка. ДУК в ответ. А те шесть человек временно прописанные, где будут голосовать? И тут удивление. Вот если бы не голосование, то и не узнали бы, что кто-то наварился на оформлении временной прописки в этой квартире. Пришлось идти в полицию. Я, конечно, честно лично сомневаюсь в достоверности этой истории, которую нам телезритель прислал в социальные сети. Потому что бы ДУК ходил с опросом, сколько людей прописано. Все-таки учет жителей – это прерогатива МВД, как мы знаем сейчас. И когда приходит ДУК с вопросом, а кто здесь прописан, я бы не знаю, стал бы я в таком случае разговаривать. Но это вот о неожиданных сторонах голосования по поправкам в Конституцию России. Вот, пожалуйста, такая история от нашего подписчика. Крик души из Сурмовского района, что касается улицы Зайцево. И нам говорят, конечно, спасибо за устройство остановки на Зайцево. Только вот пассажиров, ждущих общественный транспорт, на ней не наблюдается. Жалуются жители Сурмовского района, что отменили 39-й маршрут. 55-й ходит очень редко не дождаться. 65-й только высаживает пассажиров. А посадка на данном маршруте осуществляется только на остановке Церкви всех святых. Говорят, опять же, телезрители, что молодым проще, гораздо добежать можно и до следующей остановки, до Стрелково. А вот людям пожилого возраста гораздо сложнее. И говорят о том, что как только закончится режим самоизоляции, будут собирать петицию, собирать голоса, чтобы вернули 39-й маршрут, который и так необходим. И надеются на помощь Департамента транспорта и Министерства транспорта автомобильных дорог Нижегородской области. Насколько тонкий механизм и организм общественный транспорт, что любые какие-то изменения здесь. Здесь вот, да, мы вроде бы хотели как лучше, и остановку дополнительную ввели, и маршрут кинули. Но опять чего-то не угадали. Я к тому, что вот должны масштабные какие-то исследования проводиться, прежде чем изменяется каким-то образом общественный транспорт. Значит, получаем вот такие сообщения, потом мы транслируем их в средствах массовой информации. А мы ведь хотим о цветочках, мы ведь о хорошем хотим на самом деле. Есть еще одна часть нашей программы, которую мы должны обязательно огласить. Это новости из районов Нижегородской области. К этой части программы давайте прямо сейчас и перейдем. Здесь есть очередные сводки, которые мы с удовольствием вам огласим. Ковернино. Отправляемся туда. Ты хотела о цветочках, не получится. О тревожном. На территории Ковернинского района участились случаи мошенничества с банковскими картами и списания денежных средств мобильных телефонов. Знаете, это беда не только Ковернинского района, но и вообще Нижегородской области, и всей страны в целом. Поэтому мы в очередной раз, так же как сотрудники полиции, обращаемся к нижегородцам. Будьте все-таки бдительны. Сотрудники банка, как правило, не звонят на ваш мобильный телефон для того, чтобы узнать реквизиты вашей банковской карточки. Они реквизиты эти знают сами. Все у них в базу вбит. Поэтому не сдавайте сами данные карточки, тогда денежные средства на счету будут там же, на карте, и никуда не исчезнут. Или если есть какие-то вопросы, лучше положить трубку, обдумайте, если вас о чем-то спрашивают, и сами перезвоните в свою банку. Вот так будет правильно. Ну а пока вот в Ковернинском районе участились случаи подобного мошенничества, об этом и сообщают местные СМИ. Далее идем. Дзержинск, город Химиков. Очень много вопросов поступало и к нам в редакцию, и к нам в группу социальности «День за днем» Нижний Новый город. А что с Дзержинском? Потому что ситуация по заболеваемости конкретно в городе Химиков, к сожалению, оптимизм пока, по ковиду имею в виду, не внушает. И многие предположили, что Дзержинск возьмут и закроют на карантин, как закрывали, не знаю, Павлова, да, например, или закрытый Диевеев до сих пор остается. Ответ был дан накануне довольно исчерпывающий глава региона. Естественно, такое решение принимает только глава региона. И Глеб Никитин в своем аккаунте в социальных сетях написал следующее. Решение пока не принято. Буду держать вас всех в курсе и всех призываю соблюдать осторожность. Надеюсь, что обойдется. Решение будет приниматься вместе с главным санитарным врачом. Но пока решения о закрытии Дзержинска никакой определенной даты нет. Пока все в силе, но на самом деле в Дзержинске очень сложная ситуация. Соблюдайте, пожалуйста, режим самоизоляции для того, чтобы цифра больных ковидом не росла, для того, чтобы Дзержинск мог жить спокойно. Да, ну и самая оперативная информация, опять же, получаете из новостных выпусков. Например, из выпусков новостей телекомпании НОН-ТВ. Еще одна сводка, о которой мы хотели говорить. Еще один крупный город в Нижегородской области. Кстово у нас сейчас на поездке дня, как я понимаю. Каким будет Кстово решать только жителям самого Кстово и Кстовского района. Есть шесть территорий для благоустройства, и жители Кстово должны выбрать. Каждый голос очень важен, поэтому можно проголосовать на портале голосза.ру или 1 июля лично на одном из десяти участков для голосования. Вот сразу шесть объектов. Один важнее другого. Но вот кто не житель Кстово... Там сложно понять. Да, непонятно. Я бы за какой-то из парков бы, конечно, проголосовал. Что важнее, вот только самим жителям Кстовского района и самого города Кстово важно и понятно, то ли это будет зона отдыха парк юбилейный, или это будет пешеходная зона, либо зона отдыха откоса в Приволжском. Очень важны все, но выбрать нужно что-то одно. Еще раз, либо заходим с 23 июня по 6 июля, соответственно, на портал голосза.ру, либо 1 июля с 8 утра до 6 вечера. Это для жителей Кстово, в первую очередь информация. Выбирайте, собственно, как это в оффлайн-форме, да, мы привыкли говорить. Там будет свое голосование, это будет уже завтра, 1 июля, а у нас свое голосование, ну, проще, конечно, в группе ВКонтакте. И мы задались вопросом, вы планируете поехать куда-то в этом году? Прямо сейчас узнаем, как распределились ваши голоса. Более чем любопытные результаты голосования. Значит, у нас есть вариант аутсайдер, который едва ли 4% набрал в нашем голосовании. Это фанаты за границей. Значит, это 4% в сегодняшнем нашем опросе. Я удивлен, с одной стороны, а с другой, в общем, не особо. 46% вот поедут по России. Значит, не зря мы делали сегодняшний эфир для того, чтобы рассказать, объяснить, куда можно поехать, где уже что открыто и какие бонусные программы кого ждут. И вариант последний, ровно половина сегодня, 50% выбрали вариант «буду сидеть дома». Ну, понятное дело, что когда люди говорят, что будут сидеть дома, это не имеется в виду, наверное, физическое нахождение в четырех стенах. Рикшино, Линда, я не знаю, много прекрасных мест Нижегородской области. Не покидая пределов нашей губернии, можно найти отдых и там. Главное, чтобы вы, на самом деле, этим летом отдохнули, где бы вы ни оказались и где бы вы это время не проводили. Субтитры сделал DimaTorzok